Дорогие братья и сестры, для своего внимания я хочу прочитать из Слова Божья Послание к Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Послание к Галатам, 6-7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечно. Я не думаю, братья и сестры, что каждый сидящий из нас здесь в зале будет оспаривать ту истину, что мы в своей жизни все-таки больше беспокоимся о своей плоти. Как у нас любят говорить, греем ее, питаем ее, стараемся угодить ей во всем исключительно. Когда не хочется работать, можно полежать на диване, и на все, на все находим оправдание. И когда посмотришь в нас так, на людей, живущих в Америке, уже, знаете, таких укорененных, все мы такие в теле, такие все люди пышные, хорошие, здоровые, хороший плотской человек у нас такой. А вот если взглянуть с духовной стороны, получается истощенный такой человек, худенький такой, еле державшийся на ногах. Ну, действительно, ну а много ли мы сеем в свой дух? Воскресенье на два часа? Ну, кто посильнее на четыре часа воскресенья? А так мы заняты этими земными заботами. Я не отрицаю. Слово Божие говорит, что надо делать так, но у нас, к сожалению, не получается. Никто не говорит, что не нужно заботиться о своей плоти, что нужно только работать, не нужно отдыхать. Все это нужно. Но Господь во всем говорит, чтобы мы имели мир. Развить эту тему я хочу на примере одной ветхозаветной семьи. О ней мы узнаем в первой книге Моисеева. Кто же это были? Авраам и его племянник Лот. Так как судьбы этих людей в начале пути в обитованную землю были тесно сплетены, да и после мы видим, что эти человека, их связи были неразрывны. Немного истории. Отцом Авраама, мы знаем, был Фара. Это потомок одного и сыновей Ноя Сима. У Фары было три сына. Был Авраам, Нахор и Арон. И вот этот Арон, он родил Лота. Так мы читаем в Слове Божьем. Но этот человек умер еще при жизни своего отца. И Лот остался без отца. Мы видим, что пришло определенное время. Отец Авраама взял Авраама, Лота, сына Аронова, и сару жену Авраама, и вышли из гора Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую. Но человек предполагает, а Бог располагает. Так получилось и с Фарой. Не дошел он до этой земли. Он в возрасте 205 лет умер в Харане. Мы видим, что после этих событий Авраам и племянник, и его Лот неразлучны. В это время Господь является Аврааму и дает ему обетование. Покинуть землю отца своего и идти в землю ханаанскую. И еще он дает ему обетование и обещание произвести от него великий народ. И мы видим, что все это время Лот был спутником Авраама. Мы видим, что они вместе пошли в обетованную землю. Слой Божий написан, и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Прошло совсем немного времени, в той земле, в которой они были, начался голод. И по причине голода Авраам и его племянник Лот пошли в Египет. А потом опять вернулись в Вифиль, когда закончился голод, до места жертвенника, который сделал там, в начале Авраам. И мы читаем, и там призвал Авраам имя Господне. Мы видим, что все это время о Лоте ничего не вспоминается. Лот находится рядом с Авраамом и пользуется Божьим благословением. Божьим по правилам родственника и живет по данному Аврааму, Богом благословением. В 13 главе первой книги мы читаем с особым смыслом, в первой книге Моисея подчеркивается богатство Авраама. Мы читаем очень богат скотом и серебром и золотом. И тут же вспоминается Лот и Лота, который был вместе с ним. Был мелкий и крупный скот и шатри. Однако в этой обетованной богатой земле Авраам и Лот жили вроде бы неплохо, но вся была проблема в том, что они были окружены хананеями и ферезеями. И это в дальнейшем сыграло роль в разлучении этих людей. Они должны были уйти в разные стороны. Мы читаем, и непоместительна была земля для совместного жития, потому что хананеи, мы знаем, и ферезеи, хозяева этой земли, они занимали лучшие участки. А пастухам Лота и Авраама приходилось добывать корм и воду лишь на той территории, которая не была занята хананеями и ферезеями. Авраам и Лот, как назвали бы их сейчас в арабском мире, шейхи, владели, мы видим, множеством скота и имущества. Но не из-за имущества, а, скорее всего, из-за скота начали возникать между ними раздоры. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И эту проблему нужно было решать. Пришло время, когда этим людям, так тесно связанным между собой, племяннику и дяде пришлось разойтись в разные стороны, в интересах выживания их родов. Можно было бы ожидать, что Авраам, патриарх, как получивший Божье обетование, воспользуется привилегией, которую ему дал Бог. И первым сделает выбор. Но, что удивительно, этот человек великодушно уступает первенство своему племяннику. И говорит, да не будет раздора между мною и тобой. Видите, возникла проблема. И вот эта проблема показала, каково внутреннее направление обоих мужей. К чему каждый из них стремился. Этот момент испытаний определил их дальнейший жизненный путь. Мы видим, что Авраам в своем решении уступить Лоту руководствовался верой. Потому что Бог ему дал обетование. И мы впоследствии читаем, что это вменилось ему в праведность. Это вера, сильная вера Авраама давала ему взирать не на временное, а на духовное. То есть уповать на Божие обетования, которые дал ему Бог. И действительно, в 13 главе мы видим, как верою разрешаются споры. Авраам, благословенный человек, получивший обетование от Бога, предлагает путь мира. Что же делает он? И щедрость его по отношению к своему племяннику Лоту явилась следствием его веры, которая была действительно истинной. И что удивительно, что в характере Авраама не было эгоистических поисков своего. Он не смотрел на взаимную выгоду или потерю. Его цель – мир. И ради него он мог потерять многое. Если мы посмотрим в Новом Завете, там тоже упоминаются. Христос в военнагорной проповеди показывает нам на добровольное отречение от своих прав, как средство, с помощью которого можно избежать споров. Давайте вспомним, что там написано. «Кто принудит тебя? Кто хочет взять у тебя? Кто ударит тебя? И каков ответ Христа? Иди, отдай, обрати». Мы видим, что Авраам, как Божий человек смотрел на невидимое, а помышлял о духовном. Что определило его дальнейший путь? И мы впоследствии видим конечный результат живой веры Авраама. Это безмерный произбыток вечной славы. И он наречен другом Божиим. Заметьте, где вы видели в слое Божьем, чтобы еще кого-то называли из мужей великих другом Божиим? Впоследствии я вам скажу, что меня очень удивило в этом тексте. Да, Бог находился в близких отношениях с первым человеком Адамом, но другом Божиим назван только Авраам. А что же Лот? Как повел себя его племянник? Ну, племянник повел себя так, как ведут себя современные люди, современные молодые люди, которые не видели трудностей в жизни, которые находились под... которые находятся под крылом своих родителей. Лот находился под крылом своего дяди в безопасности. Что сделал он? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она рошалась водою, как сад Господень. Действительно, этот молодой человек был практичным человеком. Нечета своему дяде духовному. О чем он подумал? Ну, хорошее пастбище, удобная жизнь, общество. А самое главное – и возможность найти подходящих зятей в городе, чем где-то там, на отделении, на периферии. И сразу возникает вопрос. А в чем же виноват Лот? Разве Лот не был властен все отобрать? Ему ведь позволил дядя. Он ведь не добровольно, ему уступил дядя. Но мы видим, если задуматься, выбор его имел сомнительный привкус. Красота сада Господня была пропитана запахом чеснока, как когда-то в земле египетской. И потому что Египет всегда представлял собой поробращение плотью. И там потом, впоследствии, потомки сынов Израилев будут рабами долгое время. Но Слово Божие предупреждает нас. Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Мамоне. Мы видим, что, если сравнить Авраама и Лота, Лот помышлял то, что угодно плоти, хотя и в пределах дозволенного. Мы читаем «И раскинул шатры до Содома». Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Он знал об этом. Он видел это. Он отличался от тех людей, которые окружали его. Но что же его так тянуло к этому Содому? Тянуло благополучие. Тянуло хорошая материальная жизнь, что не нужно было ходить со скотом, а можно было жить в городе, в хорошем доме, с хорошим садом. Хотя мы видим, что Лот как бы душою был праведен. И даже мы в Слое Божьем читаем, и он нас немножко изумляет. Мучился в душе своей. Мучился в душе своей. Но все равно лез в сторону Содома. Мы видим, что хотя бы душой он стремился быть праведным. И все делал в пределах дозволенного. Он не поступал так, как жители Содома или Гаморы. Не занимался таким развратом. Он был нормальный человек, богобоязненный. Но вместо дружбы Божьей, мы видим, избрал греховное общество садомлян. Мы видим, что он понимал свободу односторонне, не принимая во внимание то, что написано в Слое Божьем. Все позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но не все назидает. Не так ли случается и в нашей жизни? Мы имеем свободное право выбора. И нам Бог позволяет многое. Но временами это свобода. Через нее мы имеем большие огорчения. И потому Бог предупреждает нас, что нам все позволительно, но не все назидает. Хотя Лота можно оправдать за незнание Писаний. Да, в те времена и не было тех Писаний. Лот всю информацию принимал от своего дяди Авраама. И дядя Авраам рассказывал ему все его отношения с Богом, но он не имел Писаний, и он не знал. Потому Лоту приходилось усваивать свои ошибки через горькие переживания. В наше время мы оправдаться не можем, потому что мы знаем Писание, и что у нас у каждого по несколько Библий дома видим, что прошло совсем немного времени, и пришло первое испытание. Кажется, ниоткуда в долине Содомской возникает война. Мы читаем, что в 14 главе произошло сражение четырех царей против пяти. Глава 14 содержит описание международного столкновения в древнем мире. Не о таком столкновении мы говорим, как в свое время была Великая Отечественная война, потому что людей тогда было поменьше, и войны велись меньшим количеством людей. Но все же это был конфликт. Мы видим, что сильные племена вступили в союз, чтобы ограбить и покорить себе территорию, лежавшую близ границы той земли, которую обещал Бог Авраам. Мы видим, что четыре восточных царя вторглись в долину Иордана около Мертвого моря и нанесли поражение, и ограбили пять иорданских царей. И увели в плен кого? Племянника Лота. А чего же он там оказался? Потому что он жил рядом с ними. Потому и его тоже захватили. Человек был богатый. Естественно, ограбили. Остался ни с чем. Мало того, взяли в плен его и его семью. Что же делает дядя? Второй бы сказал, ну так, ну что ж, я тоже рискую своей жизнью, тоже могу потерять все. Но он, как хороший родственник, как божий человек, старается помочь племяннику. И довольно с небольшими силами, как мы видим, все-таки всего 318 человек. Он погнался за захватчиками и ночью, не количеством, но умением нанес им поражение и гнал их до самого Дана, до будущей северной границы обетованной земли. Мы видим, что под покровом ночи Авраам гнал царей до Ховы. Это значит, что есть целую ночь, 150 километру на север от Дана и возвратил лота и имущество его. Далее повествуется об одной из наиболее впечатляющих встреч в Ветхом Завете. После победы Авраама два царя встретили его по возвращении с войны. И эти двое человек являлись собой полную противоположность друг к другу. Бера, нечестимый правитель Содома, и Мелхиседек, царь Салима. Что значит Иерусалима? В переводе Мелхиседек означает священник Бога Вышнего. Смотрите, какое звание. Имя значит царь праведности и свидетельствует, что его носил праведный правитель. Авраам это понял. И он был этот человек единственным, кого Авраам признал духовным главой над собой. Именно поэтому Авраам принял от него благословение и уплатил ему десятину из всего захваченного в войне. Это свидетельствует о смирении патриарха. Он бы мог этого и не делать, потому что с ним общался непосредственно Бог. А это был просто человек. Дальше мы читаем. После этой победы Авраам поклялся Господу Богу, владыке неба и земли, что не присвоит ничего из того, что принадлежит Содому. И он сделал правильно. Дабы царь Бера не подумал, что обогатил Авраама. Чтобы не быть в зависимости от этого нечестивого человека. Мы видим, что этот случай послужил испытанию веры Авраама после одержанной им победы. Он не возгордился. Вроде бы, посмотришь, царь Берия, царь Бера предложил ему заманчивую сделку. Но Авраам знал, что если он удержит хоть часть из отвоеванного им садомское имущество, то поставит себя в зависимость от Беры. Но он же, мы видим, стремился к тому, чтобы более устойчиво, нежели имение и богатство, а именно к тому, чтобы исполнилось Божье чудесное обетование. Мы видим, что Авраам освободил Лота. Ну что же Лот? Думаете, удалился от Содома? Потерял все? Хорошо. Дядя ему вернул все. Но что удивительно, кажется, человек должен был научиться на своих ошибках. Такое потрясение, плен, потеря имущества, возврат, сколько нервов. Но мы видим, он мало того не отошел от Содома. Он придвинулся к нему, он не понял, он усмотрел праведный суд не над собою, а над садомлянами, среди которых он мучился как бы душою. Но мы видим, что пути садомского он не оставил. Он дальше ищет что угодно плоти, но небольшая заметочка, в пределах дозволенного. И мы видим, что Лот, так и ничего не поняв, идет катастрофе, которая даже молитвы Авраама не смогли предотвратить. Мы видим, что от войны Содомской от войны Содом оправился, но следующее наказание произойдет позже, от которого Содом уже никогда не оправится и делает его примером вечного суда. В той же книге Моисеевой мы видим, что Господь решил наказать Содом и Гамор. Ибо в Слове Божьем написано, что и сказал Господь, вопль садомский, гаморский, велик он, и грех их тяжел, он тяжел их весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них восходящий ко мне или нет. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. А Авраам же еще стоял при лицом Господа. Но что меня удивляет в этом тексте, в 17 стихе, и сказал Господь, утолю, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Чудеса. Представляете, Бог напрямую разговаривает с Авраамом. С кем такое еще произошло? Такое происходило только с Адамом, когда он непосредственно общался с Богом до своего грехопадения. А тут Бог фактически говорит, утаю ли я, что хочу сделать? И что мы видим? Авраам ходатайственная молитва. Он обратно ходатайствует за этих нечестивых людей, за Содом, за Гомору, по нашим понятиям, да пускай не сгорят. Но он как родственник, он видит Лота, он говорит, может 50 праведников, может 45. Шли, 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 дошли до десяти. И что? И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возрастился вместо свое. Мы видим, что таково было грехопадение, что фактически не осталось даже десяти праведников. Там, наверное, не осталось и одного уже. Мы это видим. Мы видим, что Господь Бог в своих судах неоднократно являл милость тому же Лоту, но он не понял. Он ничего не понял. Спустя некоторое время Господь посылает ангелов, чтобы предупредить Лота, потому что Авраам ходостайствовал за него ходотайственной молитвой, потому что Авраам просил своего племянника. И мы видим, что приходят посланники Божьи, и где они видят? Они видят Лота, который сидит у ворот Содома. А кто сидел у ворот города? А кто сидел у ворот города на седалище? Из истории мы знаем, что сидели судьи. Вы представьте, какого большого положения он достиг в том греховном мире. Он уже был судья. Не знаю, достиг ли он этого положения или только добивался, но жители Содомские уже начали подозревать в нем подобное стремление. Что они сказали? Вот пришелец и хочет судить. мы видим, что Содом достиг своего конца, конца своего пути, и что мера грехов его наполнилась. Бог свидетельствует и сказал Бог и перечисляет, что я поражу данный город. Что же показало обследование Божье? Что рана Содома и Гаморы неизлечима. И присутствие Лота в этом городе, в этих городах, лишь увеличивает вражду против истины. Мы видим, что пришли эти два человека, Лот поступил с ними хорошо, он их пригласил в дом, он их завел, он их накормил, напоил, но мы видим, что он не в силах держать зло. Люди в том городе так развратились, что они пришли и попросили выдать ему посланников Божьих, ангелов. Лот начал вступаться, Лот начал сопротивляться. Но они что сказали? Пойди сюда, теперь мы хуже, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. Но мы видим, что произошло вмешательство посланников Божьих, и те люди, которые атаковали Лота, они фактически были поражены слепотой. Слой Божий сказано, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. В Новом Завете апостол Петр говорит об этом событии. Знает Господь, как избавлять благочестивых, а беззаконников соблюдать для наказания. Вот пришли два посланника Божьих. Что удивительно, мы читаем в Слове Божьем. Они говорят, Лота, уходи, все сгорит, но он сопротивляется, он не хочет уходить. Раньше, помню, нас в церкви говорили так, ежели Господь скажет, мы соберемся и пойдем, обросим все имущество и уйдем. Но прошло совсем немного времени, я вижу, уже этих слов мы не говорим, потому что мы уже немножко обросли имущество. И тяжело бросить бизнес, тяжело бросить все, что мы тяжело. Как так? Пойти собрать две сумки, как мы уезжали с Украины и сюда. Уже не можем, уже ослабли духовно. Это действительно к нашему стыду так. Пришли ангелы, говорят ему, пойдем. А он не хочет, он сопротивляется, он хочет остаться в городе. Что они делают? Они берут его за руку, его жену, его дочек, и за руку ангелы выводят его из города. И говорят ему, не оглядывайся назад. Ведут жену за руку, она отвернулась и стала соляным столбом. Кажется, что еще надо? И что вы думаете? Ведь не пошел, как ему сказали, на гору спрятаться, в пещеру. Куда он пошел? А он пошел обратно в удобное место, в Сегор, в тепленькое маленькое место. Он сказал, а вдруг там Господь не заденет меня, и я останусь там. И обратно кто спасает? Обратно спасает Авраам. Его ходатайственная молитва перед Богом постоянно. Знаете, братья и сестры, я временами думаю, наверное, может, не у нас, но может, здесь, вот именно в Хэмите, в Сан-Джасинте, есть люди, у которых есть ходатайственная молитва. вот я смотрю новости, там затопило, там сползло, Санта-Барбару смыло, звезды все попадали, дома все разрушились, но мы Хэмит и Сан-Джасинте, слава Богу. Когда я смотрю на эти все какие-то землетрясения, что-то трясет, что-то мучает, нам только угрожают, но Бог бережет нас. Поднимается ветер, горы нас защищают. Слава Богу. Значит, есть в этом Хэмите люди, которые действительно, у которых есть ходатайственная молитва, потому что мы видим, что творится по всей Америке. Слава Богу. И действительно, мы видим, что он ушел в Сегор. И обратно ходатайственная молитва Авраама сказала. И что Бог говорит? О, говорит, я ради своего человека Авраама, которому дал обетование, и лота его, что он выводит из Сегора. И обратно спасает. Но в последующем мы видим, вывел он его в пещеру, а с ним случилось еще худшее. Один из проповедников сказал, вышел из Содома, а вошел еще в больше Содом. Так оно и получилось. Мы видим, что ходатайственная молитва Авраама не смогла спасти Содом, Гамору, но она спасла лота. Хотя как головню из огня. Он потерял исключительно все. Он стал бедным человеком. Пропала роскошная жизнь, пропал дом, пропало имущество, карьера, семья. Спаслась только одна душа. И то по ходатайственной молитве дяди. Дорогие братья и сестры, как поучительно данная история для нас христиан 21 века. И действительно последние годы мы видим, что как стремительно движется мир в сторону Содома. Как нагло попираются все Божьи законы и постановления. И как в те далекие времена Авраам, друг Божий, дал право выбора своему племяннику Лоту. У него было право выбора. В какую сторону держать ему путь? Дал ему свободное право выбора. Давайте задумаемся, насколько ценнее и выше наше свободное право выбора. Нам его предлагает не Авраам, нам его предлагает сам Бог Творец Вселенной. И заметьте, как бы мы не сопротивлялись, как бы не искали середины, есть только два пути, не больше. Или мы идем в сторону Божьих обетований и веры, или передвигаем и приближаем наши шатры в сторону материального мира. Мы должны помнить, что в это последнее время цена решения весьма высока. Или вечность с Творцом, или мучение в аду. И сразу вопрос к нам. Так всегда переосмыслить жизнь нашу и задуматься, если мы на пути Содомском, Господи, дай остановиться, дай исторгнуть себя, дай, Господи, не мучить души своей. Давайте идти по следам Авраама и молиться ходатайственной молитвой, подобно Аврааму, за нашу церковь, за каждую брат и сестру, за наш город, в котором мы проживаем, за данную страну, за президента данной страны. Да благословит нас Господь. Аминь.